ну что я всех приветствую что-то я немного обленился честно говоря записывать подкасты но не только обленился на самом деле я и так достаточно часто выхожу в эфир а это несколько утомляет ну то есть вроде бы там казалось бы со стороны для чего такого человек просто выходит но тем не менее я уже говорил об этом что силы это изрядно так забирает скажем вот да и крайне прочитанная новелла мать она такая была достаточно неприятная по всей видимости как то в общем не было желания пока читать а я все что делаю я всегда делаю вот по желанию и как на духу то есть не буду этом себя из-под из-под палки как-то не могу общем заставить себя надо читать там каждую среду до этого у меня просто каждую среду было желание почитать а вот потом почему-то пропала так что вот так вот как есть все так и говорю значит продолжим сын люцифера читать день 57 но в общем поехали и настал 57 день и сказала люцифер двигаясь к цели выбирай всегда кратчайший путь если ты действительно хочешь ее достигнуть награда причем называется награда 2 по всей видимости у него есть и первая награда ну там многие на самом деле новеллы не по всей видимости так оно и есть то есть многие новеллы они в общем-то у них одно название там и вот есть 2 3 они между собой даже не связаны но как второй вариант скажем так зачем делать сложным то что проще простого группа наутилус помпилиус песня казанова такой вот эпиграф я с ним абсолютно полностью согласен кстати полностью вот вся наша точнее моя возрожденная в ммм 2011 но точнее так 2011 наша мной возрожденная вот почему люди несмотря ни на что несмотря на то что сергей ма вроде мир несмотря на то что там всего лишь какие-то 10 процентов в месяц предположительные они как раньше там до 100 и люди несмотря на это все-таки оказывают друг другу помощь в рамках ммм 2011 почему да потому что здесь все проще простого здесь мной сознательно взята схема взята схема ммм 2011 оригинальная с десятниками сотниками тысячниками ну и как инструмент скажем обмена помощью выбран bitcoin то есть все проще простого и у этого решения есть аргументированная база то есть почему сделано но я не буду по десятому кругу это повторять все можете на нашем канале на нашем телеграм-канале мы вроде жив послушать меня почитать либо зайти просто на блог мой блог мавроди жив точка орг все заходите читаете поехали и что вы даже ни разу не пытались не объясниться как-то выразить свои чувства собеседник лихина смотрел на него с явным сочувствием лихина у меня есть приятель знакомый точнее скажем так с такой фамилией нет понора покачал головой лихин снова разливая по стаканам воду он и сам не знал чего его сегодня вдруг так потянуло на откровенность и он рассказывает этому совершенно случайного в сущности человеку просто попутчику по купе то чего он не рассказывал до сих пор еще вообще никому даже самым близким своим людям впрочем он читал где-то что так часто бывает желание выговориться поделиться у всех же у нас есть эта потребность а тут встретились и разошлись очень удобно психологически понятно комфортно да понятно комфортно лихин залпом проглотил свою водку запил минералкой совсем пригорюнился на душе было мерзко сумерки какие-то сплошные пей не пей легче не становилось пьешь блять как на землю льешь их жизнь завода и и комар послушайте федор степанович мужчина дружески улыбнулся лихина чуть наклонился и слегка потрепал его по руке но не переживайте вы так право же ни одна женщина в мире не стоит того чтобы так они убиваться уверяю вас она меня не любит снова упрямо покачал голову лихины чуть не заплакал ну так что смеясь пожал плечами мужчины и весело подмигнул лихина сегодня не любит а завтра глядишь и полюбит да она замуж выходит закричал лихин и стукнул кулаком по столу понимаете замуж но вы же сами ничего толком еще не знаете усмехнулся мужчина это же всего лишь ваше предположение да какое там предположение лихин вяло махнул рукой паник и залился и залился пьяными слезами они уж второй год вместе ходят последний курс наверняка она сейчас за него замуж выскочит но она то может как вы говорите и выскочила бы снова цинично подмигнул лихина его собеседник а вот он а что он недоумевающе поднял заплаканные глаза лихин вот что федор степанович мужчина смотрел на лихина с какой-то мудрый и всепонимающий усмешкой слушайте меня внимательно тут разделение значит следующая часть привет in привет и насмотрела на неожиданно возникшего из-за колонны лихина удивленные даже чуть-чуть испуганно так ну да все правильно ты извини что я тебе здесь что я тебя здесь подкараулил подкараулил так тебе поправим сразу на тебя лихин криво усмехнулся просто не хотел чтобы нас вместе видели поэтому и не стал к тебе в институте подходить на самом деле вот по поводу всех этих правах которые я делаю это у меня значит в авторской редакции обычные вордовские документы читал я их на читалке на читалке к сожалению править вордовский документ нельзя или к счастью поэтому здесь я читаю прям с ноутбука с с офиса в общем с ворда прямо и соответственно могу править у него там очень много ошибок потому что именно таких очи пяток потому что он пересылал все эти рукописи адвокату на бумаге а тот уже набирал там но точнее был там в общем человек на это нанятые которые все это набрал так ну давайте ладно продолжим ты извини что я тебя здесь подкараул подкараулил лихин криво усмехнулся просто не хотел чтобы нас вместе видели поэтому и не стал тебе в институте подходить да неопределенно протянула девушка вопросительно и по-прежнему с некоторой опаской глядя на своего неожиданного кавалера а в чем собственно дело слушай давай может отойдем на пару шагов предложил лихин демонстративно оглядываясь дескать как тут на проходе разговаривать люди кругом мне надо с тобой серьезно поговорить это ненадолго поспешно добавил он заметив колебания девушки ну хорошо с видимым сомнением согласилась она только недолго а то я спешу да буквально пять минут они сошли со ступенек отошли от метро метров на сто и сели на лавочку послушай им лихин взглянул взглянул на недоверчиво смотревшую на него девушку и обреченно вздохнул чушь это все ничего из этого не выйдет но он опять вспомнил послед последние напутственные слова своего ночного спутника вы просто сделайте так как я вам сказал и все что вы в конце концов теряете и решился да что я в конце концов теряю подбодрил он сам себя набрал побольше воздуха и начал я тебе сейчас кое-что скажу ты просто выслушай меня до конца ладно даже если что-то тебе покажется неправильным или даже обидно хорошо он остановился и вопросительно посмотрел на девушку ну говори холодно пожалуй плечами то такое длинное вступление и так только факты ты встречаешься с их с шихановым уже почти два года и вы до сих пор так и не поженились это тебя не касается наши с ним отношения в гневе скричала девушка но за ее расширились лихину показалось что она сейчас встанет и уйдет если уйдешь пожалеешь быстро предупредил он вспомнив наставление своего соседа по купе это вас обоих с ним касается девушка помедлила явно борясь с собой но потом все-таки осталось черт восхищенно подумал он действительно сработало так может и правда с этого момента он почувствовал так недостававшую ему до сих пор уверенность в себе и заговорил уже не спеша убедительно и спокойно веско отчеканивая каждое слово и тщательно следя за дикцией точно следуя всем рекомендациям своего учителя прям как я вот следую рекомендациям сергей пантелеич короче ну так вот он уже почти два года с тобой гуляет а так до сих пор на тебе и не женился снова повторил лихин посмотрел девушке в глаза и ухмыльнулся на этот раз та промолчала хоть и видно было что это далось ей с трудом уверенность лихина в себе в том в том что надо добавить в том что это все получится еще больше возросла он вальяжно откинулся на спинку скамейки и положил ногу на ногу а значит жениться на тебе желанием не горит сомневается по крайней мере успокаивающий уточнил он заметив движение девушки это я тебе как мужчина говорю два года это слишком много это кстати точно ну в общем ладно на самом деле так и есть во всяком случае влюбленности никакой особой у него уже нет да и не собирается он судя по разговорам своим на тебе жениться между нами говоря лихин остановился достал сигареты и закурил как каким еще разговором после паузы напряженно спросила девушка несмотря на ее презрительный тон лихин ясно ощутил что она взволнована и что все его удары попадают точно в цель да болтает он с приятелями иногда небрежно обронил лихин стряхивая пепел спрашивают же его интересуются что и как он глубоко затянулся а у нас кстати сказать последний курс уже если вы за это время не поженитесь то все для тебя это будет катастрофа правда ведь инночка тебе-то что с ненавистью на него глядя дрожащим от ярости голосом прошипела девушка или ты мне специально все это рассказываешь чтобы нас с мишей поссорить и себя взамен предложить так ничего у тебя не выйдет ты меня вообще как мужчина не интересуешь можешь себе на носу можешь себе это на носу зарубить ах ты сука с бешенством подумал уязвленный до глубины души лихин ладно хорошо не интересую значит тем лучше я тебе это припомню а я-то дурак еще хотел с тобой в благородство поиграть правильно меня тот мужик предупреждал ладно посмотрим жаль конечно слух сказал он снова вспомнив советы своего всезнающего и всеведущего ночного наставника сергей мавроди затем печально вздохнул ясно и открыто посмотрел девушки прямо в глаза и грустно и улыбнулся стараясь изо всех сил чтобы голос его звучал тепло и искренне одушившие его злоба и обида не были заметны да я тебя давно люблю и ты это конечно давно уже знаешь не понимаю только зачем тебе потребовалось меня сейчас так грубо оскорблять меня человека который желает тебе только добра лихин запнулся и часто заморгал как бы пытаясь справиться с охватившим его волнением а сам тем временем внимательно наблюдая из-под тишка засидевший рядом с ним девушкой все-таки не наблюдая наблюдал наверное судя по выражению ее лица та уже жалела его раскаивалась во всех излишне резких сказанных только что сгоряча словах и вообще слушала слушала его уже с явным сочувствием девушки такие девушки конечно в случае проблем начинайте сразу же говорить ей о своей любви и она тут же смягчится и будет опять вас слушать припомнился ему очередной услышанный вчера ночью совет и он злорадно про себя ухмыльнулся правильно говорят что все бабы дуры и ни одна из них гроша ломаном не стоит вздор только один в голове как мужчина я тебя значит не интересую сука да инна после приличествующей небольшой паузы патетически вскрикнул он и даже вперед весь порывисто подался для вязчей убедительности впрочем совсем немного чтобы не испугать случайно девушку и не испортить все дело я люблю тебя люблю и потому желаю тебе добра и счастья я хочу чтобы ты была счастлива пусть даже и не со мной ладно хватит уже любви пора выруливать чего-то я зарапортовался с некоторым беспокойством подумал лихин да так вот заговорил он уже более деловым тоном я прекрасно понимаю твои проблемы он предупреждающий поднял руку видя что девушка хочет что-то сказать и хочу тебе помочь я могу это сделать уверяю тебя тем более что это очень просто любишь ты меня или не любишь ценишь или не ценишь мои мужские достоинства не удержался он от легкой шпильки но я все-таки мужчина и понять другого мужчину мне согласись гораздо легче чем тебе понять его психологию в частности психологию твоего любимого миши еще одна шпилька черт лишняя наверное но с другой стороны я же раздражен обижен я же живой человек любимую как-никак отдаю сопернику в приступе блять великодушие немножко можно только не перебарщивать а немножко это для дела даже полезно могу тебе рассказать что он сейчас чувствует лихин позволил себе еле заметно усмехнуться и чуть-чуть подмигнуть девушки то слушая его затаив дыхание и ловя каждое его слово то же удовлетворенно подумал лихин нравится сучка да погоди то ли еще будет так вот иночка запомни любого более-менее взрослого мужчину женить бы всегда пугает всегда даже если он любит и обожает предмет своей любви тут нет для тебя ничего обидного это просто свойства мужской психологии мужчине всегда кажется что он что-то там теряет какую-то свою свободу независимость и он все медлит и не решается никак сделать последний шаг лихин остановился перевести дыхание его собеседница зачарованно смотрела на него как на какого-то нового дельфийского оракула она явно не ожидала обнаружить в лихине такой бездонный кладезь мудрости и потому его надо просто слегка подтолкнуть лихин сделал последнюю затяжку и выкинул докуренную почти до самого фильтра сигарету просто помочь ему принять правильное решение ты со мной согласна ну не знаю очнулась захваченная врасплох девушка возможно я честно говоря так и не понимаю пока куда ты клонишь оклоню я инночка к тому что я вполне смогу его к этому подтолкнуть с твоей помощью конечно мы вдвоем с тобой вполне сможем это сделать буквально завтра и займет это у нас всего пару минут ну и как же мы это сделаем принужденно улыбаясь девушка принужденно улыбнулась девушка но искушение было слишком велико или хин это прекрасно видел да очень просто вкратчиво промурлыкал он внутри его все кипело мышка была в западне и он это ясно чувствовал я завтра на лекции в перерыве подойду к тебе и мы на виду у всех немного с тобой поговорим буквально несколько минут а ты потом скажешь мише что я мол тебе объяснился в любви предложение сделал ну скажешь естественно в виде шутки что ты дескать конечно же мне отказала посмеетесь вместе с ним надо мной и все и что непонимающе спросила именно ну мавродия ну жук и все пожал плечами лихин уверяю тебя после этого вы поженитесь обязательно это и будет для него тот самый последний толчок появление соперника я тебе не верю сомнением покачала головой девушка широко раскрыв глаза что не веришь что получится и не надо снова пожал плечами лихин не верь давай просто попробуем и все хуже то ведь тебе от этого не будет даже если не сработает девушка ничего не отвечая лишь молча на него смотрела что-то напряженно про себя обдумываю ну хорошо наконец медленно протянула на давай попробуем вот и замечательно весело улыбнулся и лихин все получится уверяю тебя получишь ты своего мишу будь спокойно на блюдечке с голубой каемочкой я для себя ничего не прошу как видишь после паузы проникновенно сказал он уже совсем другим тоном грустно и печально просто помочь тебе хочу вот и все я ведь тебя люблю мне просто сама мысль что ты согласилась от меня помощь принять уже приятно будет ты согласна чтобы я тебе помог просто бескорыстно да тихо ответила явно тронутая девушка искорки недоверия в ее глазах наконец погасли если так конечно я согласна замечательно едем дальше значит другая часть опять как бы не вторая глава но то есть это видимо как какая-то пауза во времени ну то есть перерыв в общем короче говоря привет и это опять я улыбающийся лихин вышел из-за той же самой колонны что и в прошлый раз ну что все сработало можно тебя поздравить замуж я слышал выходишь да девушка неуверенно улыбнулась ему в ответ она казалось уже почувствовала что-то неладное а я что говорил цинично подбегнул ей лихин слушайся меня и все будет нормально поговорить нам надо не допускающим возражений тоном добавил он и не дожидаясь ответа неторопливо направился к знакомой скамейки девушка чуть помедлив двинулась за ним ну что инночка надо бы нам рассчитаться а как ты полагаешь как договаривались о чем мы договаривались побледнела девушка как о чем удивился лихин а ну да мы же ни о чем еще не договорились ну давай тогда договоримся он достал из кармана микрокассету и протянул ее и не что это еще больше повледнела то не двигаясь и не трогая кассеты наш с тобой разговор любезно пояснил ей лихин ласково глядя жертве прямо в глаза и наслаждаясь ее ужасом на этой самой скамеечке тот самый ну точнее почти тот самый некоторые мои монологи слегка расширены где я про мужчину рассуждаю какие они все дураки и как их лохов ловить надо а ты слушаешь да поддакиваешь ну убрано там кое-чего по мелочам ненужное про мою великую бескорыстную любовь любовь любовью а награда наградой перед свадьбой как положено по результату ничего особенного короче но уверяю тебя когда мишуля твой ненаглядный кассетку это услышит он он на стенку полезет как мы его с тобой ловко охомутали развели как лоха последнего и свадьбы никакой не будет тут уж и гадалки не ходи один мой прогноз уже сбылся хочешь другой проверить можем попробовать только не забудь милочка тебе уже 24 годика почти не время для экспериментов то да и объясняться ведь придется чего что ему про разговор то тот не рассказала да и убедить его что я это даром делал тоже трудно будет какой же ты гад хрипло прошептала белая как мел девушка уставившись на кассету как на какую-то опасную ядовитую рептилию какая ты сволочь чего тебе от меня надо то как чего суетливо потирая внезапно вспотевшие от возбуждения руки нервно облизнулся лихим откровенно уже разглядывая свою вожделенную добычу награды и ночка награды зря я что старался по моему это будет справедливо но тут опять перерыв лихин прислушался к шуму воды в ванной потом досталось сигаретной пачке купленное накануне на радио рынке миниатюрное подслушивающее устройство немного перемотал назад и подслушивающее так сказал подслушивающее в общем вы поняли немного перемотал назад и включил тихонечко воспроизведение на этот раз наученная горьким опытом инна фактически обыскала его чтобы убедиться что при нем опять нет диктофона но он был к этому готов все происходило именно так как и предпочитала его самого начала сергей пантелеевич мавроди этот его удивительный сосед по купе а в попку ин нет но один только разочек нет ну хорошо хорошо не туда что ты делаешь я же сказала нет ладно ладно извини господи нормально удовлетворенно кивнул себе лихин и выключил кассету этого хватит как ни старалась девочка помалкивать но куда тут денешься такой ситуации тут уж все а ведь действительно почти не разговаривала стерва и на квартиру куда-то к себе притащила ко мне наотрез отказалась ехать умная сучка лихи накинул ленивым взглядом комнату квартирка прямо скажем не ахти скромненько девушка живет он зевнул и осторожно спрятал свой мини диктофон обратно в сигаретную пачку это хорошо денежки значит ценит тем лучше проще все будет процесс быстрее пойдет ему снова припомнились наставление его ночного гуру как он их помнит он там бухал вообще до слез припомнил ладно опустим этот ляп даже тигров приучают через обруч прыгать воспринимайте все это как обычную дрессировку не бойтесь быть жестоким на начальном этапе это необходимо пока тигры еще дикие а в дальнейшем животные так своему дрессировщику привязываются что сами руку с хвостом ему лижут сами через обруч с удовольствием прыгают это им даже нравится начинает умейте настоять на своем заставить прыгнуть приехать к вам если это вам если вам этого хочется но потом сразу же ее похвалите будьте при встрече добры ласково внимательно денег всегда немножко давайте просто в качестве поощрения как тигру сахара и все будет нормально через полгода она вам сама звонить будет уверяю вас и встретиться предлагать дрессировка диких животных это же обычный рутинный процесс с веками отработанными с хорошо известными методиками и заранее предсказуемым результатом кнут и пряник федор степанович кнут и пряник и для тигров и для женщин неужели правда подумал лихин слабко подтягиваясь а неужели лихин этого не знал вот на уровне каких-то инстинктов алла а привет нормально а у тебя до аж до понедельника чего купить коньячка французского ты же вроде ладно ладно я шучу конечно куплю о чем разговор ну и рыбки какой-нибудь уже заодно уж заодно как ты любишь фруктиков там как обычно все понял все жди конечно буду целую пока лихин положил трубку и задумчиво похлопал по ней рукой через полгода она вам сама звонить будет вспомнил вдруг он и усмехнулся а ведь ошиблись вы дорогой господин прорицатель не прошло ведь еще полугода то всего только три месяца он повернулся открыл шкаф и весело посвистывая начал быстро одеваться и спросил у люцифера его сын могла ли та женщина избежать расставленной ей ловушки и ответил люцифер своему сыну нет нужную кассету можно было составить из обрывков практически любого разговора запомни этот урок любой человек крайне уязвим и добиться от него всего чего угодно чрезвычайно просто достаточно всего лишь приложить определенные усилия и действовать при этом последовательно и целенаправленно и чем счастливее человек тем больше у него уязвимых мест и тем проще с ним договариваться счастье всегда хрупко и человек всегда боится его разбить или потерять до тихий ужас короче говоря правда жизни ладно что тут комментировать и так всем все понятно хе-хе торговля короче говоря такое ощущение иногда закрадывается что она у нас в крови ладно поживем увидим